Продолжение следует... Я думаю, что слышно и видно меня нормально, так что у меня бегунок показывает, что все нормально, и думаю, у вас то же самое. Итак, дорогие друзья, всех рад приветствовать, мы во вторник с вами не встречались в определенных обстоятельств, и сегодня наш вебинар... Сегодня у нас не так много народу, но в любом случае, значит, прежде всего, что я хочу сказать, тот чат, который я создал, Марафон 21, 21, к сожалению, а может быть, счастью, не так много людей откликнулось, и это хорошо, это здорово, так как работать с теми, кто хочет, кто может и кто будет что-то делать, гораздо приятнее с теми, кто, ну, как бы сказать, это не осуждение, но находится все-таки в позиции наблюдателя, и это нормально. Помните, да, принцип, работать надо не более чем с пятью человеками, это идеальный вариант. Пять человек, которых ты учишь делать тому, что они научат свои, пять по пять человек, это будет 25, 125, 625 и так далее. Вот этот принцип мы с вами рассмотрим на общих вебинарах, в ближайший вебинар, то есть во вторник. Это будет уже разговор больше о бизнесе. Ну и хотим мы того или нет, но вот то, что вы сегодня получили в рассылке, то, что вы получили в рассылке, я думаю, что все получили, раз пришли на вебинар, и в этой рассылке было сказано, чего ты лишаешься бездействия, бездействуя, именно бездействуя, чего ты лишаешься. В применении, ну, прежде всего, наверное, все-таки к тому, чем мы с вами все занимаемся. То есть мы с вами занимаемся, все группа компаний Skyway, в данный момент еще и подключаются криптотехнологии, токены и так далее, и так далее. Так вот, чего ты лишаешься, бездействуя. А вот по поводу действия или бездействия, кто был на том вебинаре, когда я объявил запись добавления людей в чат Marathon21, помните те вопросы, которые я задавал, к сожалению или к счастью, но ответил на эти вопросы всего-навсего 10 человек. И это тоже нормально. Итак, задаем себе вопрос, чего мы хотим. Вот это один из основных вопросов, который, ну, он есть в жизни везде и всюду, чего мы хотим. И без этого вопроса никаких действий абсолютно не происходит, совершенно. А в бизнесе, так как мы с вами по большому счету, помимо того, что самое главное все-таки здесь, все-таки, наверное, идея. Идея того, что мы создаем. И у меня огромное количество людей, которые пришли именно на идею, даже не на бизнес как таковой, а на идею. Так вот, есть такое выражение «вин-вин». Кто слышал такое выражение, что такое в бизнесе выражение «вин-вин»? Кто слышал, поставьте, ну, однерочки или напишите «да, слышали» или «нет, не слышали». То есть выражение такое в бизнесе есть «вин-вин». Что это такое, сейчас мы с вами разберем. Просто напишите «да» или «нет». Рауф, да, ты абсолютно прав. Рауф уже ответил, да, это взаимный выигрыш. Я проводил этот вебинар очень-очень давно, и мы рассматривали вот этот такой, знаете, очень интересный вопрос, то есть или победитель, победитель, вин-вин, то есть взаимный выигрыш, или победитель и победитель, или же выигрыш плюс выигрыш. То есть, когда в сделке все выигрыши. Бывает ли такое, чтобы в сделке все были выигрыши? Опять же, я попрошу вас обратную связь, напишите, бывает такое или нет, чтобы в какой-то сделке все были выигрыши. Михаил с Новосибирска, наше глубочайшее почтение. Если это Михаил Шеринкин, напиши, что это так. Миша, если так, то напиши, что это так. Я очень давно с тобой не общался. Да, Юра, поменяй, пожалуйста, Зубер, поменяй, пожалуйста, клавиатуру, у тебя все там на английском языке идет. Итак, вин-вин это выражение победитель-победитель, или же выигрыш плюс выигрыш, или же, проще говоря, то есть, когда в сделке все находятся выигрыши. И хотим мы того или нет, но, в принципе, любая сделка, которая касается и нас, то же самое, в любом случае, она основана на принципе справедливости. Именно справедливости. Вот, и вот в этот момент, вы знаете, как говорят, что может быть не только в бизнесе, а в жизни справедливость. Справедливость бывает, что... Буквально одну секунду, дорогие. Я попрошу прощения. Итак, продолжаем. Так вот, по поводу того, что какая справедливость может быть в бизнесе или в жизни. Справедливо или несправедливо, что, допустим, что тигр съедает там маленького олененка. То есть, оно и в жизни, и в бизнесе, вот это понятие справедливости, оно очень и очень такое, знаете, такая тонкая вещь, которая не то, что следует понимать, а следует ее принимать. Так вот, вин-вин, когда выигрыши должны быть все, это то, что относится прежде всего к тому, чем мы с вами занимаемся. Так вот, любая сделка, по идее, должна строиться на принципе именно справедливости в бизнесе. И в то же время, стоп, а что такое справедливость? То есть, вот понимание, что такое справедливость? Есть такое высказывание. Справедливость – это когда все идет так, как я хочу. Вот я еще раз обозначу эту фразу, а вы ее для себя можете записать и об этом подумать. Справедливость – это тогда, когда все идет так, как я хочу. И я вас попрошу вот это записать, еще об этом подумать, а сейчас просто быстро ответить на этот вопрос. Как вы считаете, это правильно или нет? Справедливость – это тогда, когда все идет так, как я хочу. Напишите просто, согласны вы с этим или нет? Согласны или нет? Да, или нет? Справедливость – это тогда, когда все идет так, как я хочу. Просто напишите. Как говорится, без комментариев, но так, как думаете, так вот. Но эту фразу я рекомендую вам записать и в дальнейшем ее продумать, именно подумать. Это не просто будет осознать, кто-то боится, кто-то стесняется, может быть, кто-то как бы боится выглядеть не совсем правильно понятым. Но вы возьмите вот и ответьте. Что такое справедливость? Справедливость – это когда все идет так, как вы хотите. И, по большому счету, это ваша справедливость. И это, по идее, как раз связать все это, что это должно быть справедливо. Я, опять же, тут же переношусь на бизнес Skyway. Именно как на бизнес, не только как на идею, а как на бизнес. Просто задумайтесь. То, чем мы с вами занимаемся, у нас есть возможность. Первый шанс. Первый шанс. Мы можем зарабатывать по партнерской программе прямо сегодня. Это первое. Второе. Чем бы вы ни занимались, но второе – это те акции, те обязательства, которые мы приобретаем сегодня. И которые дают нам невероятный шанс в ближайшем будущем стать действительно суперобеспеченными людьми. Не только сейчас, вот в данное время, но и это передать своим детям и внукам. Просто задумайтесь. Задумайтесь об этом. По поводу того, что так, как мы хотим. И коли мы пришли сюда, то, по большому счету, мы этого хотим все. И это справедливо. То, что делает команда Анатолида Аченицкого вместе с нами, не отдельно, а вместе с нами. Вот буквально только что, за 10 минут до начала вебинара, по чатам сейчас бросили ссылку по поводу той работы, которая выполняет сейчас, часть работы, которую выполняет сейчас конструкторское бюро – это новые композитные материалы. Где Анатолий Аченицкий дополнительно подтверждает возможность, возможность сделать пролеты, знаете, с провисом пролеты, до 5 и более километров. От 5 до 7 километров. И он коротко это обозначает. То есть, то, чем занимаются. Заметьте, наши конструкторские бюро, Юницкий Анатолий Аченицкий, вся его команда не останавливается ни на один день, можно сказать, ни на одну минуту. К чему это я говорю? Опять же, вернемся к принципам справедливости сделки. Для того, чтобы была справедливая сделка, мы на себя взяли обязательство, именно взяли обязательство профинансировать технологию. Я имею в виду всех нас, всех абсолютно. Наша задача – финансировать технологию. На каком бы этапе мы находились, даже будет 15-й, последний этап, мы будем приобретать пакеты акций. Почему? Потому что финансирование должно идти. И то, что есть, не то, что надежды, а оно есть, но то, что мы как бы думаем, что я же свое внес, вроде я свое сделал, теперь я могу и отдохнуть, пусть кто-то другой делает. Ребята, ну будут делать, будут они делать. Но если мы все осознаем то, что, вот опять же, принцип справедливости, принцип справедливости. Кто-то делает, выполняет все на 100, на 1000 процентов, а кто-то выполнил работу на 10 процентов и остановился. Это, опять же, не осуждение. Но я призываю всех это осознавать, осознать это и принять для себя решение. Извините, как я всегда говорю, те же полторы тысячи рублей, 25 долларов в месяц может выделить любой человек. И вот просто задаюсь вопросом, у нас действительно, по большому счету, партнеров, я подчеркиваю, партнеров, более миллиона человек, сейчас, наверное, уже полтора миллиона человек по группе компании Skyway. Полтора миллиона человек просто для себя умножьте на 25 долларов, то есть ежемесячно мы могли бы финансировать минимум 25 миллионов долларов. Почему этого не происходит, об этом мы будем говорить и будем говорить сейчас во вторник, будем просто серьезно посвятим этому вопросу. И перед этим я по чатам разброшу информацию, больше того не просто информацию, а текстовый материал, который вам поможет пригласить на наш следующий вебинар как можно большее количество ваших партнеров, которых вы подписали, которые просто зашли, зарегистрировались. Но некоторые не взяли вообще никакого пакета акций. Кто-то взял минимальный пакет акций, проплатил и успокоился для того, чтобы вот этот текстовый материал поможет вам, поможет вам именно, скажем так, оживить свою команду, оживить в хорошем смысле слова. Я перейду сейчас дальше, сегодня у нас вебинар будет не такой длинный, но принцип, опять же, вернусь в принцип справедливости. Это когда все идет так, как я хочу или так, как вы хотите. Опять же, чего мы хотим. Помните, да, кто был на вебинаре, когда добавляли, когда я добавлял людей в марафон 21, помните, да? Там был такой вопрос, почему надо идти вперед, и я просил дать свой ответ. Следующий вопрос был, зачем надо идти, и опять же просил на этот вопрос ответить. И тут вот в этих двух вопросах, в общем-то, есть практически полная ясность. Каждый знает, в результате чего, что он хочет получить. Я не буду сейчас вас спрашивать, что вы хотите получить. Это может быть конкретный какой-то материальный результат для кого-то, для одних. Это может быть деньги. Это может быть деньги являются таким, знаете, мощнейшим мотиватором, действительно мощнейшим мотиватором. Но чтобы они появились, необходимо что-то сделать. И это что-то сделать может длиться очень быстро, может быть не так быстро, а может быть длиться годами. Но то, что мы с вами создаем, быстро, мгновенно сделать невозможно. Так вот, для одних это может быть конкретный материальный результат. То есть это зачем или почему. Это могут быть деньги, квартира, машина, я не знаю, карьера и так далее. Для других людей это может быть идея сама по себе. Это может быть самооценка того, что сопричастность к чему-то очень большому. Это может быть уверенность в себе. Это может быть признание, которое мы ожидаем. И это признание мы уже получили. В том плане, что те люди, которые начинали и проплачивали свои пакеты акций до 16 апреля этого года, внесены в музей SkyWay. В дальнейшем еще будет признание и тем людям, которые подключились позже. И это тоже вроде все понятно. И я вам повторяю те вопросы, которые были заданы в этом чате. Но, к сожалению, ответов получено было очень мало. Почему надо идти вперед? Я просил дать ответ. Зачем надо идти? Зачем нам надо идти вперед? И тоже я просил дать ответ. И вот этот самый, наверное, сложный вопрос, он действительно, он такой, даже не просто философский, он заставляет думать, думать. Я вас тоже прошу, запишите в чате Марафон 21, я еще его повторю. Завтра вы получите еще такой, знаете, расширенный вроде, вот такая расширенная мотивация на том, чтобы задуматься. Почему нам с вами нельзя не идти? Почему не идти нельзя? То есть, почему нам нельзя останавливаться? Почему нам не идти нельзя? Вот правильный вопрос, он как бы, вот именно так вот запишите. Почему не идти нельзя? И вот какие именно у вас соображения в этот момент возникают к вам лично? Не ко мне, не к команде, а к вам лично. Почему не идти нельзя? Мы с вами проделали определенный путь и остановиться, вот представляете, вот мы с вами что-то делаем, 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 подошли к периоду, когда осталось буквально два шага для того, чтобы достичь желанной цели, для того, чтобы прошла сертификация, для того, чтобы мы вышли на ICO, на IPO, для того, чтобы наши акции начали продаваться по всему миру, для того, чтобы вы в конечном счете решили свои финансовые вопросы, для того, чтобы мы улучшили экологию, для того, чтобы была безопасность, был комфорт и так далее, и так далее. Я вам уже как бы подсказываю, но к этому у вас еще возникнут свои мысли. Я думаю, что они будут невероятно интересные мысли. Напишите, я прошу вас, напишите, почему, вопрос философский, почему нельзя не идти? Или почему не идти нельзя? Нельзя. Мы не можем останавливаться. И опять же, как пример, я привожу Анатолию Дуальевичу Яницкого всю его команду. Они не останавливаются. Невозможно остановиться, невозможно передохнуть, нельзя. Почему? Потому что, как говорят конкуренты, наступают нам на пятки. Потому что экономическая ситуация в большинстве стран встает в тупик. По одной простой причине нет необходимой в данный момент логистики, которая бы соответствовала всем тем нормативам, которые есть сегодня. Как Алексей Суходоев говорит, это мобильность 5+. Я не буду все это разбирать, кто был на вебинарах, знаете, но хочется этот слайдик тоже бы иметь. Мобильность была 1-0, 2-0, 3-0 и так далее. И так далее, это мобильность приблизилась к моменту, когда наступила мобильность 5, а потом мобильность 5-0. Но это уже такое, знаете, когда уже мозги начинают заворачиваться, это кажется вообще сказка, кажется вообще фантастика. Но мы к этому приходим. Больше того, мы это создаем. И заметьте, мы еще не закончили сертификацию первых своих трех направлений, которые сейчас сертифицируются. Это облегченные трассы, это городской транспорт и это грузовой транспорт. А мы уже смотрим далеко-далеко вперед. Кажется, вот сначала вот это сделайте, нельзя останавливаться. Как говорил губернатор Ульяновской области господин Морозов, что мы на 15 лет опережаем весь мир. Так вот это опережение на 15 лет, на 10 лет мы должны сохранять постоянно. Иначе нас просто обгонят и перегонят. И это плохо, не хорошо ли, если бы обогнали, может быть, чем-то лучше, может быть, даже лучше. Но задача Анатолия Владимировича Ницкого, все его команды и наша задача опережать всех на много-много шагов вперед. Так вот по поводу вопросов, почему не идти нельзя, пожалуйста, найдите аргументы свои, при которых бездействовать ежедневно, лично для каждого из нас в сложившихся обстоятельствах будет невозможно. Повторю, найдите ответ на аргументы серьезные, на вопрос, почему не идти нельзя, останавливаться нельзя. В этом моменте, когда бездействовать просто невозможно. И лично для себя ответьте на этот вопрос, что в сложившихся обстоятельствах, что почему наше бездействие равносильно, ну, грубо говоря, как говорят, смерти. На самом деле смерти не будет, но в любом случае мы должны это делать. И вот напишите этот ответ для себя, кто присутствует в чате марафонском, пожалуйста, не бойтесь, пишите. Это не страшно, не бойтесь быть неправильно понятыми. Это очень важно, начать работать со своими мозгами, для того, чтобы подумать, почему что-то, почему я сижу, почему сегодня я общался с невероятно крупным сетевым лидером, не буду называть имя этого человека, но на вебинаре этого человека нет 100%, я думаю. Но она сказала, вот мне все надоело, я устала, деньги вроде есть, все есть, я ничего не хочу делать. И после буквально, в то время, как она является партнером Skyway, имеет хороший пакет акций в головной компании. И после, ну, наверное, 10-минутного разговора, я очень надеюсь, что я, ну, может быть, зарядил ее этой энергией, пониманием того, что почему нам останавливаться нельзя. И вот в этом последнем вопросе, почему нельзя останавливаться, почему не идти нельзя, очень важна конкретика. И вот просто тоже прошу, запишите фразу эту. Чего ты лишаешься, бездействуя? То есть чего мы лишимся, если мы будем бездействовать? Чего мы лишимся? И опять же для себя вот возьмите и напишите эти ответки. Конечно, хочется все получить в готовом виде. Вот оно, все разжевали, положили, проглотил, все. Но когда вы сами начинаете работать, совершенно все идет иначе. И по поводу промоушена, который я обещал объявить. В связи с тем, что я не буду разъяснять все нюансы, но опять же скажете, что опять Григорий Михайлович переносит на вторник, что-то еще я могу объявить прямо сегодня. Но то, что я уже объявил конкретно тем людям, которые ко мне со мной связывались, которые не просто рвутся в бой, а которые начали действовать, личное промоушен я уже объявил до 2000 долларов. Это личный промоушен от меня до конца этого месяца. Даже не 21 день, а до конца этого месяца. Ехья, привет, по-моему, у тебя сегодня день рождения. Сердце, да, точно, сердце, остановка смерти подобна. Спасибо. Действительно потрясающий пример, как сердце. Оно бьется, оно работает. Если оно перестанет работать, то мы просто погибнем. У Ехья с Крыма наш партнер, очень активный партнер. И можете все поздравить его сегодня с днем рождения. У него сегодня день рождения. Итак, дорогие друзья, я прошу вас, смотрите, следите за новостями. Новостей сейчас не так много. По одной простой причине. Последний ролик, я думаю, сейчас в чатах вы все его найдете, этот ролик. Так вот, дорогие друзья, сейчас очень важно не раскрывать части такой, знаете, глобальной информации, чтобы не навредить себе. Именно, чтобы нам самим себе не навредить. По одной простой причине, что идет подписание, вернее, уже даже и подписано, идет подписание очень крупных контрактов. Как вчера Алексей Суходоев на нашей областной встрече сказал, действительно, эта информация, она не то, что закрыта, она может открыта. Это уже, ну, скажем так, финансовые интересы некоторых, не только компаний, но и личных, лично людей, которые бы не хотели раскрывать до определенного момента свои карты, как говорят, не открывать свои карты. Но, возможно, я повторю сейчас, возможно, что вход, закрытие финансирования 10-го, возможно, 11-го этапа будет закрыта очень и очень скоро. Это по финансам. Но, помимо всего прочего, мы должны с вами понимать, что закрытие этапов – это не только поступление одного количества денег, но это еще и выполнение определенных работ, которые мы должны сделать на данном этапе. Внутри кабинета у каждого из нас есть раздел, где у нас расписано все 15 этапов развития. Вот, если вы внимательно их прочитаете, вы поймете, что необходимо сделать на каждом этапе развития. Деваем, как он на дне рождения, во всех сферах жизни. Нет, Роза не меня поздравляет, а их я. Их я с Крыма, мы его поздравляем с днем рождения. И желаем его здоровья, долголетия и всего-всего самого лучшего. Так вот, дорогие друзья, помните, кто был на тренинге, на одном из тренингов у меня, я задавал вопрос, за какую фразу вы готовы были бы заплатить 3000 долларов. И мы с вами там, интересно, проводили дискуссии, обсуждения. И я вам, знаете, не буду вот так что-то говорить, но действительно эта фраза, которую Раух Валеев знает и Юра Зубер знает, эта фраза звучит очень просто. И в то же время за нее, вникая в эту фразу, люди готовы были заплатить и 3, и более 5000 долларов. Эта фраза звучит просто. Ты есть карма. Вот просто задумайтесь. А потом уже в чате я напишу ее. Ты есть карма. То есть это закон причины и следствия. Закон причины и следствия. А теперь внимание. Если мы хотим иметь завтра то, что хотим иметь завтра. Закон причины и следствия. Если мы хотим иметь завтра то, что мы хотим иметь завтра. Закон. Закон причины и следствия. Я его напечатаю. В чате он будет. А вы попробуйте для себя на этот вопрос ответить. Ты есть карма. Все, что в жизни происходит, я уж начинаю расшифровывать, наверное, помаленьку. Это подчиняется двум правилам. Причина и следствие. Больше сегодня я ничего рассказывать не буду. В воскресенье состоится вебинар по финансовой грамотности от Виктора Тарасова и Магасумова и Гузель. И вот на сборе вчера здесь в Челябинске я этому уделил очень большое внимание. Потому что нам выпала такая честь, что мы можем с Виктором Тарасовым общаться вживую здесь в Челябинске. И мы его попросили в середине декабря провести такой расширенный. Скорее всего, это будет целый день длиться вебинар, где он сделает полный расклад по криптовалюте, по токенам. Все это в связке, в привязке к группе компаний Skyway. И к этому времени, я думаю, многие вопросы будут согласованы. Мы получим ответы на эти вопросы. Но, но, помимо всего прочего, дорогие друзья, хотим мы этого или не хотим мы этого. Но сегодня задача, вот как говорят, тренд основной сейчас криптовалюты. Да не криптовалюты. Основной тренд возьмите, посчитайте, вспомните. Я в чатах вам сбрасывал сравнение. И вчера мы это обсуждали, у нас были на вебинаре интересные ребята, которые серьезно занимаются криптонаправлениями. И они сами дали ответ на вопрос, во сколько раз, что они могут увеличить и каковы риски. И это мы рассмотрели на вебинаре. И, помимо всего прочего, когда мы привели свои цифры, а потом взяли эту привязку еще к нашим будущим токенам, когда, как сказал Сибиряков Сергей Анатольевич, мы можем иметь не просто рост, скажем, наших обязательств, там, в десятки, в сотни, в тысячи раз, а плюс все это можно будет умножить еще на два порядка. То есть на сто. И, Андрей, да, очень хочется, но у Виктора Тарасова есть свои обязательства, и он от этого не отказывается. Но тогда, когда его действительно пригласят на нужном этапе. В данный момент он очень серьезно занимается с выводом на ICO совместно с группой ВТБ. То есть, и кто слышал вебинар, кто не слышал, там буквально, по-моему, 14 минуты, где он отвечает на вопрос, именно на этот вопрос, что как только он будет на 80% уверен, так как он очень дорожит своей репутацией, он является финансовым консультантом по выводу и созданию этих токенов. Вот, поэтому он об этом объявит. И мы узнаем с вами, дорогие друзья, в числе первых об этом. И это будет хорошая, такая классная инсайдерская информация. И она будет невероятно полезна как в финансовом плане, так и в плане реализации непосредственно технологии SkyWay. Это будет очень важно, так как денежная составляющая здесь играет на сегодняшний день очень важную роль. Итак, дорогие друзья, фраза, за которую нам можно заплатить огромные деньги, запомните, это «ты есть карма», «мы есть карма». То есть это закон причины и следствия. То, что мы делаем сегодня, и будут последствия, мы получим завтра. Еще раз напоминаю, в воскресенье всем быть желательно на воскресном вебинаре по финансовой грамотности. Вся информация будет в чатах, она будет разбросана. С вами был Григорий Мирошниченко. И пожелание у меня одно. Но, значит, все, кто обозначился в марафоне 21, особенно кто лично с моей команды, и не только лично с моей команды, выходите на прямую связь, будем с вами общаться. Я вам обозначу те промоушены денежные, которые я уже обозначил пяти человекам, пяти моим партнерам. Я всех благодарю, до встречи, наверное, уже на воскресном вебинаре. С вами был Григорий Мирошниченко, группа компании Skyway. И, дорогие друзья, еще раз, «мы есть карма». И как мы к этому отнесемся, как ответим на все эти вопросы, так и будет наша очередь. Продолжение следует...